Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Metal Gear Solid V Phantom Pain. Я тут немножко покопал, не на запись, как это у нас на канале говорится. Собственно, пофармил немного, пособирал персонал для нашей базы, вывез, наверное, человек 30, может 40, но во всяком случае много, кажется. Вот, выполнил пару побочных миссий, самых ближайших, самых простеньких. По этим миссиям нам нужно было, да, вот эвакуация со старой главной... Нет, мы это делали на запись. Ну, короче, где-то пару миссий каких-то. Вот, уничтожение тяжелой пехоты было, простая миссия, там два тела стояло просто тяжело так напаковано. Заломал, двоих отправил на базу. И эвакуация пленника, по-моему, или вот опытного бойца, вот что-то такое было, короче, ну ерунда какая-то. Без проблем эти миссии мы сделали. А сейчас же давайте мы вернемся... Можно, кстати, вот так вот, да, вернуться в... Буду тут с последней контрольной точки. Блин, я фиг его знает. Когда там контрольные точки были, это автосохранение за контрольной точки, я надеюсь, считается. Но лучше я все же это, вызову по-нормальному наш... Так, вертолет. Рандеву сделаем себе, да, где-нибудь? Наверное, вот здесь вот лучше. Вот, и погнали. Вернемся сейчас в штаб, наверное, посмотрим, что там за... Сколько народу мы набрали. Займемся развитием. И, наверное, посмотрим как раз, да, как много у нас уже построек на базе. Пройдемся по базе. У нас такая серия будет немного... Отдыхательная, что ли. Скорее всего. Выполним... Что там, кстати, по тренировке у нас? Тренировка стрельбы. Ну, блин, я даже не знаю. Это, наверное, все-таки неинтересно будет на запись сделать. Может быть, на базу и мы не поедем тогда. Потом как-нибудь в другой раз. Правильно? Правильно. Ждем. Я уже слышу вертушку. Можно, кстати, взять и... Пару овец с собой... Увести. У нас еще 19 шаров есть. Можно парочку забрать. Ой. Да лежи-то уже, ну... Упрямая овца. О, он глушил наконец-то. Все. Давайте вернемся в нашу воздушную базу. Воздушный центр управления. О, как это называется. Сейчас подождем, посидим немного. Угу. Все. Порядок. За три овцы 90 героизма нам дали. Сейчас начнем строительство. Я ресурсов много довольно-таки насобирал. Плюс за это время у нас... Доступна команда приступай. Облегчи... О, да. Я наслышан об этой команде. Можно... О, ладно. Собственно, да. Можно будет навозом завалять всю дорогу, и машины, которые по ней ездят, будут съезжать на обочину. Ну, небольшие джипики. Это смешно, конечно. Четыре крысы мы забрали. Три мыши летущих. Одного скорпиончика. Кстати, клеток больше я ставить уже не могу. У меня еще две клетки осталось, и я их не могу уже поставить, к сожалению. Так. Ценный совет. Товарищи. Нажмите кнопку Q. В бинокль на определенное лицо или объект вам могут предоставить сведения или инструкция по тактике, связанная с ним. Так. Радио журнал событий. Задание устройства. Так. Хорошо. О, новое побочное задание. Угу. Активный сонарт. Вот. Это будет интересно. У нас много... Ежедневная премия. Да, это вот, на самом деле, тоже одна из причин, по которым я записываю данное видео сегодня. Я там много назаписывал еще. Короче, у меня, наверное, на дне 5 вперед видео есть. Но хочется зайти сегодня в игру и забрать награду. И связь с сервером. Биоматериал. 5 тысяч мы забрали. Хорошо. Вот. Теперь можно приступить к разработке. Давайте для начала мы посмотрим на нашу базу. Какие, может, сможем построить еще платформы. Главная платформа. Так. Все у нас платформочки по одной есть. Нам что надо? Так. По 4 тысячи всех ресурсов. Да? Ну, может быть, максимальную численность персоналов всех отрядов. Давайте главную платформу будем апать. Хотя... Ну, отрядов, да. Отряд научно-исследовательский, наверное. Как-то так считается. То есть, по идее, максимальную численность всех платформ увеличивает или как. Так. Сколько у нас денег? Кстати, 869 тысяч уже есть. Все у меня, кстати, да. Активные сейчас на данный момент отделы полностью заполнены. В принципе, мне было бы неплохо увеличить их... Ну, построить все платформы хотя бы по одной. Давайте построим разведплатформу. И вот эту платформочку. Да. Как раз... Мне кажется, это самые главные платформы, которые стоит улучшать. Сколько час? Два часа будет улучшаться. Ясно. Хорошо. Пошли дальше. Посмотрим. По управлению персоналом. У нас максимальная численность уже везде. В комнате ожидания 20 человек. Вот. На гаупуахте один. Гад непокорный. Не захотел с нами сотрудничать. В комнате ожидания. Да. У нас тут... Д, Е. Ну, вроде никого интересного. Никого особо примечательного тут нет. Ну, давайте мы автораспределение. Все сотрудники. Все сотрудники. О, вот так вот. Я автораспределение хотел сделать. Понижен развитие базы. Так. У-у-у. Какие-то отделы базы немного понизились у нас. Какие-то немного повысились. Ну, в принципе, меня это устраивает. Вот этих вот Ешников можно, наверное, сразу увольнять. Или пусть будут. Наверное, пусть будут. Мы... Пусть... Пусть сидят. Пока что это не так критично. Это что такое? А, это просто все сотрудники. Я понял. Можно на навыки посмотреть. Ну, кстати, дипломат у нас есть. Нам, по-моему, не дипломат, а кто-то другой нужен был. Короче. Давайте перейдем к разработке. Вот. Посмотрим, какие улучшения мы сможем сейчас себе приобрести. О! Вот это я понимаю. Снайперка со снотворным. Вот это сила. Беру. Так. Что-то может использовать... Использоваться персоналом сторожевого отряда... Что? Нелетальный. Транквилизатор. А, ну она, подождите. Она без глушителя, да? Она без глушителя. Ну, тогда не очень пойдет. Бутылка-приманка. Бутыль. Универсальная приманка. Особый набор лекарственных растений стимулирует аппетит большинства видов млекопитающих и птиц. Используется для привлечения и фиксации диких животных. Хм. Даже не знаю. Даже, даже не знаю. Не знаю. Так, вот. А, нет, подождите. Это прибор ночного видения. Это не очень интересно. Сигара с лекарственным растением. Ускоряющая субъективное восприятие времени. Не действует в условиях стресса. К примеру, при обнаружении противника. Недоступна при выполнении заданий ПБ. ПБ? Без понятия. Восемь это длительность эффекта. Мы увеличим. Уберу. Так, хорошо. Использовать для этой вылазки. Да, использовать для этой вылазки. Мы еще можем увеличить, да? За пятьдесят тысяч. Ну, давайте. Полыни у нас хватает. Ага. Вот так вот, да? Время тратится на это. Так, вот это у нас... Пентазимин. Особый сбор лекарственных растений. Успокаивающий нервную систему. Подавляет дрожание рук при прицеливании. Ну, возьмем, наверное. Я не знаю, может как-то автоматом будет использоваться или нет. Я даже не знаю. Восемь. Так, а это что такое у нас? Ноктоцианин. Позволяет обнаружить неотмеченные живые организмы. У-у-у. Тоже штучка приятная такая. Давайте возьмем... Использовать. Использовать. Да, все использовать для этой вылазки. Активный сонар. Дополнительная функция протеза. Позволяет применять их локацию для поиска противника в пленниках и животных. И излучаемые звуковые волны могут привлечь нежелательное внимание и демаскировать носителя. Давайте попробуем, что это такое интересно в любом случае. Апгрейд для протезика такой у нас, да? Что там, по деньгам? В принципе, деньги есть. Давайте вот эту штуку тоже изучим. Да, использовать, использовать. ПНВ, фотоумножители, инфракрасный детектор. Блин, я даже не знаю. Вот С4 я хотел улучшить. Хотя мы только качество ее улучшаем. К сожалению, они большего количества нам не дадут. Так, ну давайте эту штуку тоже улучшим. Не улучшим, а начнем разработку и посмотрим, что оно такое. Винтовочка, кстати, может после этой винтовки, да, у нас будет доступ к такой же, только с глушителем. Использует? Ну, давайте используем, посмотрим, как это работает. В любом случае, это все интересно. Так, теперь надо посмотреть на улучшение точность медицины. Так, вот, на улучшение нашего инскопа. Что нам нужно? Уровень научно-исследовательского подразделения 16. У нас сейчас 15 всего. Так, вот эту штуку я бы хотел. Мы сможем анализировать более серьезных таких специалистов. Коробки. Гора апгрейдов для коробок. Давайте, наверное, и ПНВ все-таки улучшим. Штука ведь полезная. Одно дело, я ей не пользуюсь, да, но другое дело, что она полезная все же. Потом, тем более, может, какие-то будут еще апгрейды, да, другие. Так, бетонных, грунт на фоне растительности, на фоне песка и открытого грунта. Эх, я даже не знаю. Такие специфические коробки. Лучше пока у нас будет, наверное, на фоне песка или открытого грунта. Так, увеличение запаса прочности, носимого боезапаса. Вот эту штуку берем. Больше коробок будет. Я попользовался пару раз. И вроде бы приятная, на самом деле, коробочка. Можно пользоваться. Можно, определенно. Так, мины нам неинтересны. Пока летальное оружие мы разрабатывать не будем. Щиты тоже неинтересны. Для этого нам нужно улучшать научно-исследовательский отдел. Так, хорошо. Здесь тоже научно-исследовательский раздел. Так. А ну-ка. И все равно все без глушителя, да, выходит. На вот эту штуку, насколько я понимаю, нужен чертеж. Нужен чертеж. Так. Ну, в принципе, все. Давайте мы вот еще, что я хотел посмотреть. Где мои эти... О, вот это прелесть. Что нам на нее нужно? 20 уровень, научно-исследовательское отдело и чертеж. А чертеж у нас есть, кстати? Чертеж есть, да. Хорошо. Я бы проапгрейдил бы на самом деле. Пистолеты тоже вроде бы приятная штука. Ну, короче. Проапгрейдились мы так. Неплохо. Продолжим, значит, сейчас захват всего живого. Давайте посмотрим. Так. Что у нас за задание? Побочных заданий. Эвакуация переводчика. Пушту. Это хорошо. Надо будет брать переводчиков. Сколько у нас там по времени? Мы 15 минут уже занимаемся всяким исследованием. Бедолага. Ну, ладно. Побочки это все чудесно. Но давайте мы по основным заданиям тоже пройдем немного. Аккупационные силы. Ликвидируйте полковника, переведенного из деревни Шайхайе, в крепость Самсея. И предотвратите передислокацию танков в эту крепость. Давайте постреляем из ракет. Из ракет мы постреляем. А я даже не знаю, куда нам высаживаться. Куда нам лучше. Давайте, наверное, сюда все-таки. Да. Высадка в этой позиции. Эх, вот уж так и не сходил. Выбрать оборудование. Давайте посмотрим. Нам нужно вместо основного оружия, вместо вот этой вот... Хотя... Да. А, мы не можем. Блин, слушайте, а что за беда? Мы можем или снайперку, или гранатомет взять. Ну, жизнь, боль. Но берем. Нам гранатомет сейчас будет нужен. Все остальное у нас есть. Клетка-ловушка. Таблетки. Сигары. Да. Погнали. Инструменты. Начать миссию. Срочно? Срочно или в шесть? Давайте в шесть. Начнем мы эту миссию. Активный сонар, встроенный в протез, позволяет обнаружить солдат пленных животных, поскольку стены для него не преграда, он крайне полезен в плохо просматривших местах, к примеру, в лесу или на аванпостах. Однако, звуковой сигнал, издаваемый при работе, может привлечь внимание противников. Окей. Эпизод 8. Окупационные силы. Мне, кстати, когда я побочную миссию делал, оцелот где-то там парад сообщил, что где-то ходят слухи. Про какую-то снайпера. Так. Полковника и его бумаги. Хорошо. А, в принципе, нам, может быть, и не нужен гранатомет. Вот, мы, может, попробуем этот авиаудар вызвать артиллерийский, или как он там называется, через айдроид, который вызывается. Но, с другой стороны, это дорого. Поэтому, наверное, не станем. Так, собираем траву. Без сбора травы тут вообще никак. Ничего не проапгрейдить себе нельзя. Нормально, да. Вот, и поскакали. Потихонечку. 60 метров. А, это место... Где мы задание начинаем. Ой-ой-ой. Давай, давай. Прибытие в район цели. Ага. Presence detected. Так. Планы развертывания получены. Полковник ликвидирован. Все танки уничтожены. Доступные навыки чертежи. Счастливчик и спасатель. Хорошо. Ух ты. Крепость-то какая. Хорошая. Ну, нам сейчас на руку то, что потихонечку темнеет. Танков вроде пока не видно. И это радует, конечно же. Ох, прям на меня светит. Зараза. Вон там и пленный какой-то сидит, да? Ох, серьезный товарищ. Так. Мне ребята все советуют пользоваться, когда мы биноклем играемся, кнопочкой В. Приближать, удалять, потому что мышка это, естественно, очень неудобно и очень так муторно сделано все. А кнопочка В позволяет быстрее приближать и отдалять дальность, да? Но проблема в том, что неудобно. Просто неудобно. Потому что нужно держать кнопку F еще, чтобы, да, работал этот бинокль наш. Без этого бинокль работать не будет. Светит прям в глаза, гадина. Лекарственные растения обнаружены. Хорошо. Ну-ка давайте попробуем. Так, сейчас. Б, товарищ, такой неплохой на самом деле. Что мы тут еще? Вроде ничего не видим. О, кстати, здесь тоже дома. Попробуем... Нет, это не то, что я хотел. Вот, Q, сонар. Нет, так не работает. Значит... Ого! Ничего себе, конечно. Так, фигачит. Но этот товарищ нас вот не заметил. Что уже... Неплохо. Там еще кто-то есть, да, где-то? О, этого давайте посмотрим. Со способностью какой-то... Так, вон там еще товарищ. Хорошо. Пометили. Ну, многих. Давайте посмотрим. По карте. Не всех, конечно. Это точно. Но многих. Давайте что, выше еще заберемся. Тут вот тоже какие-то здания есть. Не знаю. Поглядим. Сверху, может, зачистку как-то будем начинать. Или, может быть, сюда вот ворвемся. Интересно, если мы здесь шар вызовем. Ну, остальные вроде не должны заметить. Вот эти двое у нас тут проблемные ребята. И стоят близко друг к другу. И выманить их тоже... Не знаю, как можно. Ибо просто неудобно на самом деле. Может попробовать просто... Транквилизатором их бахнуть обоих сразу же. Одного и второго. Или мы можем, кстати... Вот тот, по-моему, на нас не смотрит. Мне кажется, мы можем аккуратненько вот здесь вот как-то спрыгнуть. Да. У нас, кстати, есть еще вот такая штука, как... Магазин. Магазин. Который мы можем бросить. Вот сюда. И посмотрим сейчас. Я надеюсь, что мы тихонечко его заломаем. Ой-ой-ой. Давай, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. И утянем, утянем, утянем. Давай, во. Чудесно. А теперь... Допросим. Так. Пять. Выкладывай. А, допросили. Так. Хорошо. В принципе, мы можем попробовать его подхватить вот так вот и тихонечко, тихонечко сейчас отнести немного дальше. Вот. Я думаю, что если я его отправлю полетать отсюда вам, то никто не заметит подвоха. Полетел. Ой. Да. Вот тому пофигу, он не заметил. И это очень прекрасно. А мы тем временем попробуем вот это вот глухануть. Что он нам рассказал, кстати, я что-то даже не обратил внимания. Не прочитал. Так. О, кстати, стоп, подождите. Подождите. План перехват отменяется. Точнее, не отменяется, а откладывается ненадолго. Давайте возьмем на всякий случай вот эту штуку, чтобы... Если вдруг беда, то мы смогли бы как-то... Притаились. Притаились. Сейчас, секундочку, ребят. Так, окей, мы продолжаем. Давайте дождем. Сейчас вот этот вот начнет уходить. Мы поползем вот к тому с фонарем. Ибо нефиг тут светить. Нефиг светить, говорю. И этот что-то долго тут тусит. Может, ему тоже кинуть этот... Обойму пустую. Обоймы эти бесконечные. Ну, действуют, да, как в других играх бутылки. Я кинул бутылку и отвлек внимание противника. Ну, что ты долго так стоишь? Во, проваливай. Правильно, молодец, молодец. А я тем временем займу твое место вот тут вот сбоку. Так, чудесно. Подождем, может, он отвернется. Тихо, тихо, тихо. Так, пять. А мы можем его прямо здесь, я думаю, да? Отправить. Надеюсь, никто не заметит. Серьезно? Серьезно? Угу. Так. Эх, что ты взял? Ну, Полин. Да, хорошо. Вроде. Никто не заметил. И это просто замечательно. Окей, субжекта вверх. Ну, танк воровать я даже не знаю. А где он? Необработанный алмаз тут нам кто-то рассказал про необработанный... А где, кстати, танк? Я что-то не вкурил. Он нам вроде рассказал про танка. А, вот бронемашина. Вот здесь вот. Все, я понял. Ну, может, потом мы как-нибудь ее угоним. Так. Здесь вроде больше ничего нету, да? Там чертежей никаких. Вроде никаких. Ой, тихо-тихо. 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 Так-с. Так-с, так-с, так-с. Пошли потихонечку. Вроде тут народу немного. Надеюсь, сейчас никто не вылезет. Кстати, давайте попробуем 30-40 метров сонар. О. Ну, то есть, если на расстоянии метров 20, можно сонаром без проблем пользоваться. Окей. Пойдет. Так. Я надеюсь, он там один? Слышишь, я вчера заезжал... Нет, он... У-у-у, он не один. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Это плохо. Так, мы можем как сделать. Привести тело в чувство. Привести тело в чувство. Заломать тело. Допросить тело. Оглушить снова тело. И отправить полетать. Теперь его можно. Это что такое? А че-че-че-то они меня спалили? Че-то вдруг они услышали. Непонятно. Если честно. Ну, хорошо. Я даже не против, в принципе. Пусть идет сюда. Ой. Блин. Немного не то, что я хотел. Никак не научусь. Ходячая коробка это просто шедевр, конечно. О, специалист. Так, хорошо. Да, свидос. Они слышат, что ли, как шар улетает? Я вот че-то понять не могу. Че они слышат? Вроде не видно здесь ничего. И они там вроде за этим. Как-то там на нычке. Ну, в смысле, в здании, да, должны быть. Странные. Короче, ребята. Странные в том, что палят, конечно. Так-то. Странные в том, что они там находятся. КП это Дмитрий-3. Кого пленник? Похоже, он забежал. Привем. Это КП. Понял. Получай в поиске, как можно скорее. Вне сходи. Так, хорошо. Отправляем. С пленным. С пленным, конечно. Беда вышла. Сейчас они тут будут шухер подымать. Но главное, чтобы меня не спалили. Мы можем даже сонаром еще бахнуть. И попробовать снять вот этого товарища. А, он там ниже ходит. О. Чудесно. Там вроде никого. Пойдет. Ух ты ж, блин. Да, вы видели, да? Вообще такой. Непаленный прошелся рядом с нами. И даже не спалил. Так. Потом мы на карту посмотрим. Давайте отправляем одного. Второго. Смотри, большие дома в деревне. В деревне, конечно, классно на самом деле. Так, 35 метров там кто-то есть. И тело там снизу еще бродит. Это мы можем, да, вот так вот зайти. А тут опа и полковник, или как? Ой. Это. Он тоже пойдет. Что расскажут? Что расскажут? Определенно какая-то полезная информация здесь была. Так, пригнись. Ну, блин, поспеши. Танки едут. Специалист где-то там. А у нас тут еще кипиш, блин. Вот не люблю задания такие, там где нужно поспешить. Тут спешить это ж труба. Как можно спешить, когда надо все по стелсу делать? Ладно, специалиста мы нашли, да. Капитана там мы еще не нашли. Я надеюсь, он вообще здесь. Давайте щелкнем. Засонарим немного. Посмотрим, кто тут где есть. Нигде никого. Двери закрытые. Так, тут вообще обходить надо. Блин, а вот еще из-за того, что на английском... Так, что я забраться сюда не могу? Блин. Из-за того, что на английском озвучка, я далеко не все и не всегда успеваю понять, что мне рассказывают. Ой, куда ты, куда ты? О-оп-оп-оп-оп. Да, посмотри. Это правильно. Давай. И начался шторм. Ты мне хоть расскажешь, где... Босс. Блин, 200 метров уже, ну елки-палки. Ну я так и знал, что не надо было документ этот читать. Я как чувствовал. Привет. Расскажи мне, где твой босс. У нас специалист это такое. Блин, а что мне с тобой делать? Я убивать тебя не хочу. А эти уже поехали дальше. Ну что же за беда? Ну и они что, получается все уже тут... Я думал, они тут встретиться должны с этим, с капитаном. А они как-то слишком быстро уехали. Блин. Там еще техника. Ну, блин, беда. Что, идти догонять их и просто фигачить с этим? Я даже не знаю. Ну, давай, 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 давай. Давай. Он тоже 400 метров. Ну, сейчас я отсюда выйду, на лошадку сяду. Да попроще, конечно, будет. А тут еще специалистов же ж куча. Так. Где на двоечке? Наш конь. Где ты? Где ты? Где ты, конь? Куда ты бежишь-то, а? Пошли, короче, будем просто танки, короче, громить. Наверное, потому что другого варианта я что-то пока не вижу. И я... Самое неприятное то, что я не могу даже посмотреть... На задание открыть. Журнал заданий, да, посмотреть, что там как подробненько. Потому что... Ну, это жизненно, конечно, да? То есть, время-то идет, танки-то уезжают. Я, естественно, посмотреть не могу ничего. Блин, там за аванпост они уже заехали. Ой, смотрите, ослик. А осликов я еще не спасал никогда. Ой. Прости, ослик. Я спасу тебя когда-нибудь обязательно. Давай, давай, давай. 200 метров. Фиг догонишь. Ой-ой-ой. 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 Ой-ой-ой-ой. А ну, слезь, слезь, слезь. Да, слезь ты с коня, ну, елки-палки. Давай, а ну, сейчас. А ну, сейчас. О, блин. Пять. Шесть. Все, давай. Прости, я не знаю, говорит. Даже звенился. Бедняга. Так, пока я буду работать на этой, тут эти ребята могут очнуться. Не знаю, снимать ли того, который на вышке там. Может, он не заметит. Так, сменить камеру от третьего лица. Нет, это, короче, не то, что нам надо. Это, конечно, все хорошо было, да, но мы пропустили. Все, танки, короче, приехали. Дислокация свершилась. Вот, вот терпеть не могу такие миссии на время, ну, блин. Когда ничего не понятно, что надо сделать, не успеваешь послушать, прочитать, естественно, не успеваешь, потому что надо по стелсу двигаться и бегать-то смотреть постоянно нужно. Ну, кстати, мы сможем апгрейднуть. Что-то пикнуло уже, да, это может быть то, что лекарственные растения нашли. Короче, беда. Беда. Да, давай, 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 добеги. Я мчусь как могу. Надеюсь, они меня немного подождут. Так, не туда. А тут еще аванпост. Ну, конечно. Ну, конечно. А, блин, это тот аванпост, это... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Да, это серьезно? Мать моя женщина. Мы здесь были с вами уже. Сейчас, короче, попробуем просто втихаря расстрелять технику эту. Втихаря, наверное, не получится, да, я думаю? У нас запалят, начнется кипиш, тревога. Но мы попробуем. Ну, я ж тебя вижу, ну. Так, попробуем. Как мы можем... Как вообще работает эта тема? Попадет? Ого. Закончился мой стелс, короче. А там у нас пять снарядов... Оу, смотрите, он взорвался-таки. Один танк уничтожен. Ой-ёй-ёй, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Перезарядись. И теперь стреляй. Хорошо. Ну, может, хватит с тебя? Непробиваемый прям такой. Надеюсь, он сейчас... Да, уже горит. Взорвался. Отлично. Так. Было шикарно, и не говори. А теперь за капитаном. Ну, с капитаном будет проще уже. Я думаю. Мы сейчас туда ворвемся, его просто... На шарики отправим. О, взорвался танчик. До конца. Проверь, но осторожно, да. Но его мы точно заберем, потому что такие бойцы нам нужны в нашем отряде. Ой. Что-то пошло не по плану, короче. Ага. Подержи огнём. Подержи. Ага. Вот, там двоих. А ну-ка... У, четыре давай. Сонар. А теперь бежим. О, хорошо. Всё. Отключился? Отключился. 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 Все, полетел Давайте уже этих заберем, наверное Раз их это Мы пять Из семи заданий сделали Сейчас все сделаем А, он мертвый, да? Мертвый уже Все Кстати, я что-то заметил, что если Мы уничтожаем Да, мы по кругу-то все миссии делаем В одних и тех же локациях постоянно И если мы уничтожим Какую-то штуковину Допустим, вот этот вот Что это такое, я даже не помню То в следующий раз, когда мы сюда прилетим То То все эти штуки, короче, они не будут работать Следующая миссия Новые враги появятся А все вот эти штуки останутся выведенными из строя Поэтому довольно полезно их на самом деле громить Ну ладно, у нас сейчас времени нет на это Время уже серии подходит к концу А я бы хотел все-таки статистику нашего фейла Этого небольшого почитать Поэтому уходим Из зоны эвакуируемся Ой Как-то не очень удачно Ух Лошадку убили Вы лошадку мою убили Это вы зря Ух, вы еще и меня убили Ух, ничего себе, они стреляют А ну, с контрольной точки продолжить Что за беспредел Блин, надо же было вот так вот Спешишь свалить и все Вообще спешить нельзя здесь Я наде... Ооо, нет Ооо, нет Оо, нет Ну, блин Заново все переигрывать Вот это беда Ладно, ребята На этом мы, наверное, серию закончим Потому что у меня просто времени уже сейчас нету Я уже переиграю Не на запись, наверное, тихонечко Вот это вот все безобразие Надо же было вот так вот Свалиться-то Ну Да отметь мне, пожалуйста, того Ну, что ты за бинокль-то такой вредный Ладно, да, ребят Всем спасибо за просмотр Мы статистику этой миссии посмотрим уже в следующей серии Но главное, что мы ее сделали В принципе, нам осталось только просто свалить отсюда, да Поэтому Пока что Мы с вами попрощаемся И продолжим в следующей серии Пока Пока